Еще один важный момент хочу подчеркнуть, даже если Россия получит все преференции, которые она хочет рассчитывать, тоже те исследования, которые я имею сейчас, показывают, что российское общество будет считать это поражением и будет хотеть реванша большего. Это не важно. Они разогнаны сейчас, важно-неважно, еще раз, мы должны учитывать, что этот субъект, который рядом с нами, который на нас нацелился, он рассматривает, почему мы не дошли до Львова. Смотри, это не важно, я все время привожу пример с крокодилом. Ты живешь во Флориде, это буквально... Да, и там крокодилы бегают по улице. И там крокодилы бегают по улице. И я вот смотрел немало роликов, где, допустим, условно говоря, вот что такое для нашего человека крокодил появляется на берегу Днепра, возле кафешки какой-то там, да? Ну это ужас-ужас, то есть люди там начинают разбегаться, там все остальное. А там, вот я ролик видел недавно. Я там, да, увидел эти крокодилы и гонял их даже. Выбегает, выбегает крокодил здоровый, четырехметровый крокодил, выползает на лужайку у дома, там, какого, не знаю, Джона, да, вот. И он подходит к нему с кастрюлькой, с которой достает куриные какие-то поторшка и кидает ему в пасть и бьет по этому там, да? А другой бежит с лопатой, как бы, и лопатой бьет по башке и крокодил убегает. То есть, это вопрос организации и отношения к проблеме. Вот и все. Крокодил может быть убийственно опасным, а может быть вот этим элементом декора, который на потеху, как бы, гостям твоим, ты можешь показывать. Я не знаю, оговорился ты, придумал ли, или ты знаешь, что на самом деле, самыми вот во Флориде, самыми распространенными сувенирами, это головы крокодилчиков с открытого такой пасть, вот, маленькие, засушенные. Вот они там просто как элемент декора везде стоят. Но вопрос в другом, можем ли мы, если Россия будет превращать любую победу в поражение, можем ли мы воспринять то, что у нас есть, как перспективу следующей победы? Сможем ли мы нацелиться на победу, которая будет действительно для нас такой, как нам нужно? И какой она должна быть, чем я хотел бы сегодня, чтобы мы точно проговорили. Что такое победа для Украины? Если вы выяснили, что это не граница 1991 года, что такое победа и какую цену мы должны за нее заплатить? Организационную, усилия, культура, экономика, там, что угодно. Что такое победа? Победа для Украины – это появление здесь организации более сложной, чем была до этого, которая позволяет нивелировать все риски, которые будут существовать на тот момент в мире, и реализовывать те возможности, которые есть благодаря ресурсам, людям и всему остальному. Вот и все. Ну, то есть, по сути, это сохранение государственности, модернизация политической системы, перезагрузка отношений к власти и обществу, сохранение себя. Переход в депозитивную демографическую динамику. Да, вот уже. И вопрос, какую цену мы должны за это заплатить, если это победа. Да, и тут цена, но она, кстати, может, но здесь же цена будет измеряться в разных величинах. Вот, например, цена высокой организации Кореи, Южной Кореи – это миллионы человек, которые погибли вот в этой войне за 38-й параллель. И потери половины территории. И потери половины территории. Цена преобразования Германии – это 9 миллионов погибших человек. Разделение страны на две почти равные части. 40 лет нахождения ГДР в качестве сателлита СССР. 40 лет нахождения ФРФ в качестве сателлита Соединенных Штатов, потому что они были сателлитом, но который сумел реорганизоваться, как бы там, перезапустить экономику, уже в 50-е годы иметь самые высокие темпы в Европе и, наверное, и в мире. Одни из самых высоких темпов в мире в тот момент. И в результате, спустя 70 с лишним лет, прийти к пониманию того, что тебе надо выползать из коротких штанишек Германии, поствоенной Германии, потому что без этого не будет дальнейшего роста. То есть кризис современной Германии заключается в том, как и Япония, что мир 1945 года уже не позволяет им реализовать в полной мере все то, что они наработали. И поэтому им нужны какие-то другие организационные формы. Для Германии это стало Европейский Союз, и Германия внутри Европейского Союза экономическими методами реализовала новые возможности. Но теперь она подошла к вопросам безопасности, потому что нужно решать вопросы безопасности, самостоятельно приходить к возвращению субъектности. И немцы к этому еще не готовы. То есть они уже ставят вопросы, но они еще на уровне волевого решения еще его не принимают. У меня есть еще один критерий, не знаю, как его воспринимают. Я обычно, когда говорю такие вещи, люди через какое-то время, как ты рассказывал, аналитику сделать в 2007 или 2011 году. Я считаю, что одним из важных критериев мы должны решать вопросы собственной безопасности и экономики лучше, чем все страны Европы по отдельности вместе взятые. Потому что Европа на сегодняшний день не показывает нам лидерские позиции в решении кризисов. Она никогда не показывала. Вот и я про что. А мы, отправляясь в Европу, мы фактически пытаемся взять их стратегии, которые даже у них не всегда работают, и применить их собственному обществу, который сейчас находится в кризисе и нуждается в большом прорыве дальше. А мы берем какие-то устаревшие способы решения этого всего и по итогам мы проигрываем. Не, мы хотим чего-то другого. Большая Европа всю жизнь, что они делали, но последние 30-40 лет, это замораживали конфликты. То есть, брать постсоверское пространство. Единственная формула, которая работала, это вот, ну, они сталкивались с войной, не могли ее урегулировать. Это заморозка. Это в Приднестровье произошло, в Грузии, в Нагорном Карабахе. В Югославии? Да, и в бывшей Югославии. А мы от них требуем чего-то другого, чего они никогда не делали. То есть, это урегулирование такого урегулирования. Они делали до Первой мировой войны, они такое и делали. Тогда Британия могла просто приехать в Африку и решить вопросы с каким-то слетаном. Да, отправить экспедиционный корпус. И после Второй мировой войны, кстати, тоже. Да, еще и делали. Ну, так или иначе, но до Первой мировой войны это действительно решалось. Да, это решалось, но Россия не какая-то, ну, как бы... Или в тот же Крым, кстати. Да, но Россия же не какая-то там банановая республика, куда можно приехать с экспедиционным корпусом. То есть, ну, мы же воюем не с... Ну, это не та история даже. То есть, мы воюем с большой страной и сильной. Ну, как можно много говорить. Со страной, которая сильнее нас. Ну, сильнее нас. Мы должны стать сильнее ее административно. Да, да. Организация только так она побеждается, по-другому никак. Если брать лобовое столкновение, вот, как я говорю, военная победа, ну, я не уверен, что она возможна в нашей истории, учитывая, что у нас военные ресурсы меньше, чем у них. И у Европы военные ресурсы меньше, чем у них сейчас. Может быть, будущего не будет больше, они сейчас производства... Ну, но сейчас их меньше, это объективно. Только у штатов, наверное, они больше, но тут вопрос к штатам. Готовы они эту цену заплатить за военную победу над Россией? Нет. Вот опять говорим про цену победы. Ну, они не готовы, они об этом говорят. А мы почему-то не можем вот себе вот это понять. Мария Тановицкая задает вопрос. Отличный пример с крокодилом. И опять же вопрос к мифодизайнерам. Я так понимаю, что единственная стратегия по отношению к крокодилу на сегодня это РУ. И МОВНЫ в том числе. И это ошибочное. Это даже не стратегия. Это просто какие-то рефлекторные подрагивания. Потому что даже в том примере, что я приводил, когда на зеленую лужайку, отлично выбритую, где стоят столики, барбекю, и там все. Выползает крокодил. Это не вызывает ни паники, ничего не происходит. Потому что организационно все участники барбекю-шоу, все гости Джона, они в принципе принимают ситуацию, когда выползает крокодил, ему можно кинуть либо потрошок, либо дать по голове лопата, либо просто нахер пристрелить. Либо позвонить в полицию, сказать, мы вот зашли, теперь полз крокодила, мы ее решаем, понимаешь? И поэтому, и для того, чтобы решить вопрос крокодила, им не нужно никакой ров, им не нужно ставить какие-то там сетки. Сетки стоят у них. Ну, они стоят, если есть маленькие дети там. У них стоят для дорог сети, чтобы крокодилы там не кинулись, допустим, если там дорога идет, и какие-то кусты, чтобы крокодил не затаился, и там, например, идет ребенок, и он на него устанавливает. Да, я же об этом и говорю. То есть у них есть набор организационных стратегий, которые учитывают, что есть ребенок, есть старичок, есть не очень быстро бегающий, как бы там, отдоногий человек, и так далее, и так далее. И поэтому каждой социальной группе предлагается свой вариант защитной стратегии или нападающей стратегии. Вот я хочу сказать так, когда я спрашивал американцев, почему вы не боитесь крокодила? Они мне ответили на очень простую вещь, потому что мы умнее крокодилов. Вот мы сейчас говорим про там мовные, какие-то там, иглеров, что-то еще. Когда мы станем решать задачи умнее, чем россияне, нам не нужно будет их бояться. Когда мы будем решать задачи лучше, когда у нас, как вы разговаривали, там, я не помню, то ли у тебя Арестович рассказал про это, как там рвы под Покровском вырыли, не поперек, в смысле от противника, а в дольше противника удобно было. Это же глупость. Так потому что это рыли для того, чтобы освоить бабки. Ничего не больше. Если мы задачи будем решать лучше, чем россияне, нам не нужно бояться этих крокодилов. Ты должен быть умнее крокодила, сильнее, в смысле технологически. У крокодила нет ружья, а у тебя есть. У них в доме, у каждого там во Флориде есть нестрельное оружие, которое поражает этого крокодила, состояние там 20 метров, просто разрывает его в куски. И это все. Продолжение следует...